Избиение пастора в Индии Пастор Правин Кумар из Амамахуа, штат Утар-Прадеш, навещал больного дядю в доме своей бабушки в соседней деревне Пхайс-Кхур, когда полиция арестовала его после того, как сосед индус снял навиде и отправил полицию, как они поют во время семейной молитвы на крыше. Офицеры отвели 26-летнего пастора на полицейскую станцию Биджаули около 8 часов вечера, перевязали его лицом к дереву и подвергли физическому насилию, грубо ругая его, сказал он. После многочисленных трав и угроз в его адрес прайс был отпущен. Христианский лидер, попросившийся об анонимности, о преследованиях в Индии, сообщает, что правительство, администрация, полиция и средства массовой информации объединились для преследования христиан. Правительство поручило администрации проводить аресты везде, где люди собираются на богослужения и подавать на них жалобы по закону. Правые группы подключают полицию и без лишних вопросов арестовывают пасторов и светских лидеров. В течение двух-трех часов против них регистрируется первый протокол, сказал он. Сообщается в христианских новостях «Утренняя звезда» за 17 июня 2022 года. Мир вам, братья и сёстры, христиане! То есть мы видим гонение в Индии, где фактически против христианства объединились и средства массовой информации, и государственные власти. Что, конечно же, очень прискорбно, братья и сёстры, очень прискорбно. Достаточно фактически какого-то обращения, жалобы, скажем так, индуса, то есть религии, которая одна из преобладающих в Индии. И христианина могут арестовать, избить, и в случае тоже, например, оштрафовать и так далее. Поэтому мы видим, братья и сёстры, как приходится, особенно я обращаюсь к братьям и сёстрам, где нет таких гонений. Будем очень благодарны Господу и будем использовать это время благодати, что у нас нет таких гонений для того, чтобы духовно возрастать и готовиться к приходу нашего Господа Иисуса Христа. а не, например, увлекаясь вовсю суетой и так далее, братья и сёстры. Будем бодрствовать. Подписывайтесь на канал «Любящий истину», основной канал, и также на канал «Любящий истину-2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Аминь.